Получила посылку и ужаснулась, думаю, что это такое плоское и вообще там как будто вообще ничего нет. Вот просто вот прямо совсем узенько. Потом вспомнила, я заказала для сестры наклейки с русскими буквами на клавиатуру. Сейчас приедем за Евой в школу, пока она там будет выходить. У меня будет, наверное, несколько минут. Посмотрим, что же там за наклейки. Я никогда не пользовалась ими здесь, вот 4 года. Я научилась, можно сказать, слепую, но хотя не очень, наверное, это подходит. Но просто я прекрасно знаю, под какой английской буквой, под какой кнопкой русская клавиатура. Я знаю там. Ну, в общем, даже уже не глядя, я печатаю, я печатаю русские слова, нажимаю на английские буквы. Я прекрасно знаю, какие там буквы. Вот до того уже. Профессионализм. У меня много работы на компьютере. Но мне интересно. Сестра попросила, я заказала, сейчас посмотрим с вами. Что же это такое за зверь, который нужно наклеивать на клавиатуру, на кнопки. Стоит это 6... О, как здорово, подъехали, зеленый свет нам сразу. Стоит 6,99, по-моему, на Амазоне. Две штуки. Я решила Ольге одну, а одну соседке. Она тоже хотела, я вспомнила. В общем, я разделю одну Ольге, одну соседке. Слушайте, какие вкусные яблоки. И, может, для местных скажу. Купила в Трейдер Джойс, вчера, Органик Галла. По-моему, так они называются, в пакете. Там 3 с чем-то большой пакет. Там, не знаю, сколько яблок, 15, наверное. И они, главное, что они вкусные, сладкие. Я говорю, не особо любитель прям яблок. Прям меня не трясет при виде яблока. Я больше люблю там хурму. Но яблоки я ем, они полезные. А вот эти прям вкусные, я теперь их люблю. Я теперь люблю яблоки. И они маленькие, небольшие. Что меня тоже порадовало. Потому что, когда берешь большие вот эти вот такие, не знаю, какого размера яблоки, и потом не знаешь, как его съесть. Делишь на всю семью одно яблоко. Вот. А это прям как раз мой любимый размер. Мой любимый цвет. Вообще, съел яблочко и не объелся. Трейдер Джойс. Мне нравятся там продукты. В большинстве свое. У меня это, это, это. Я не на пол кидаю. У меня там мусорка автомобильная. У меня машина оборудована по всем этим. В общем, со всеми удобствами машина у меня. Я тут иногда крашусь. У меня есть, вон, все, что надо. Есть бальзам для губ, ручки, есть очки, есть мусорное ведро, есть вода, есть какие-то снеки всегда. Да, в общем, у меня тут все, что надо и все, что может пригодиться. Обеззараживатель для рук, санитайзер. Ну, короче, много чего. Сзади в багажнике у меня есть, это, одноразовая посуда. Я даже, если честно, сейчас даже не могу вспомнить, что там еще есть. Стулья, кресла для того, чтобы сидеть, если поехал случайно куда-нибудь на природу. Как я... Аптечка, кепки на всякий случай, очки. Для... от загара у меня средства. В общем, если кто-то подходит ко мне, Лена, у тебя есть это, у меня обязательно что-нибудь найдется в моей машине, честное слово. Литература тоже на всякий случай и разные визитки. А вот в этот раз, видите, я какие штуки приобрела. У меня две таких. Одна здесь, одна на соседней вот этом козырьке. Одна для Виталика, для очков, другая для моих очков. Вот такая у меня машина с двумя кондиционерами, внешним и внутренним. И вся полностью оборудована на все случаи жизни. Да, я же хотела открыть, пока стою, тут жду Еву. У меня в моей машине еще есть нож. Да, даже нож у меня есть. Без ножа я бы сейчас вот ничего не открыла. А вот как хорошо, что в моей машине есть небольшой ножик, который поможет нам сейчас открыть с вами вот эту вот посылочку, пакет. Пакет. О, такая маленькая. В таком большом пакете такая маленькая упаковочка. Ну да, это же наклейки, их снимаешь, наклеиваешь на клавиатуру. Да, здесь две в упаковке синего цвета. Там были синие, оранжевые какие-то, всякие разные, желтые. Я выбралась такого сине-голубого красивого цвета. Russian. Русский кейборд. Короче. На русскую... Короче, для клавиатуры русские буквы. Причем тут еще дублированы и английские. То есть наклеиваешь. У тебя там и русские, и английские. Наверное, очень удобно. Ну, я повторюсь, я привыкла без них. Мне вот совсем не надо. Но качество хорошее, сделано хорошо. Если кому надо, могу ссылку оставить. Ну, хотя, там столько их на Амазоне. Куча. Но только что есть по одной, примерно, за такую же цену. Я взяла две за такую стоимость. Ну, можно взять, оставить себе, а одну подарить кому-то. Тоже приятно, правда? Всем привет. Это день на следующий. День после продажи. Что-то так голова... Плохо себя чувствую. Голова болит, поэтому плохо выгляжу. Sorry. И... Ну, видимо, я чувствую свою ответственность. Сильно как бы переживала. Не переживала, но все равно это как-то сказывается, я думаю. Это как продажи. Все это, все правильно оформить. Первый раз, да, тырым-тырым, чтобы все пошло нормально, чтобы... Вот. А пришли ребята с парнем, который с нами учился в школе Михаила. Слушайте, я, как обещала, я сделаю обязательно это видео про учебу. Все скажу по чесноку. Но надо собраться, да, надо собраться, сесть чувством с толком, с расстановкой. Вот. Пришел... Мы, можно сказать, за одной партой сидели рядом. И он, видимо, их друг. Друзья они. Вот. И... Уехали на нашей машине вчера. На их машине уже. Да. Вот. Сейчас приехала за Евой. Кофе мне сегодня Виталик не сделал с утра. Может, поэтому мне голова болит. Это у него, как бы, он... Это его ответственность по утрам делать кофе, чай. А тут не знаю, что. Убежал. А я это самое. Сегодня чайчик сделала зеленый. Такой вкусный. Вот этот вот чай, кстати, мне подарили. Целую упаковку. Сейчас покажу. Вот. Слушайте, какой он вкусный. Я теперь не знаю, где такой купить. Надо в интернете завести, даже, наверное, на Амазон надо попробовать. У меня там осталось несколько пакетиков. Я уже месяц его пью. Такой вкусный чай. Он прям такой в сеточке красивой, обшитой вот ниточкой. То есть, прям видно такой вроде как прилично дорогой чай, наверное. Вот. Надо открывать рубрику, что я ем в машине. Как вам такая идея? Чем я перекусываю? Я, естественно, дома кушаю во время. Ну, все нормально, хорошо. Обедом. Первое, второе. Ну, иногда либо только первое, либо только второе. Но в машине иногда, когда долго проводишь, иногда я люблю чай или кофе попить в машине с какими-нибудь снеками. Ну, потому что вот сейчас Еву я буду ждать минут 10-15. Мне хочется просто не совсем в заду стоять там. Я приезжаю чуть пораньше и жду ее. Потом мы с ней едем. Там детишек жду я, ребятишек. Тоже минут 15-20. Вот. И как-то, думаю, хорошо с чайчиком, так и веселее. Правда? Вот. Вчера я вам показывала яблочки, какие я купила вкусные. Пушила. Сейчас хочу показать. Я буду показывать, наверное, если этой приживется идея, показывать, что я покупаю и где. Может быть, это тоже полезно будет для того, чтобы... Многие не знают, где что купить. Я иногда, знаете, своих даже местных угощаю. Они говорят, я как ты это купила? Так вкусно, так вкусно. Я говорю, так вкусно. Или там трейдер Джойс вроде. А не знаю, боишься, когда купить что-то новенькое, например. Ну, вкусно, невкусно. А у других попробуешь, и классно. Вот, может быть, тоже для кого-то польза будет. Вот эти второй раз покупаю. Они как бы с кокосом, всякие орешки и семечки там. Не орешки, а семечки здесь. Да, pumpkin. Это тыквенные семечки. Sunflower. Это подсолнечники. Семечки подсолнка. Обычные наши семечки, короче. Здесь, если я правильно произношу, чья. Чья. Вот это все среди вот таких вот, как бы, кокосовых, не печенек, а не знаю даже. Вот кокосовое, что такое. Но очень вкусно. Мне понравилось. Написано organic и без ГМО. Это в нашем КОСКО. Наверное, во всех КОСКО есть. Такие они бесформенные, разные такие склеенные штучки. Вкусные. Вот и Евочка пришла. Всем привет. И сегодня мы в школе сажали семена. И эти семена были пшеничные. И я взяла пшеницу домой, уже выросшую. И мы дома, наверное, из нее не будем делать хлеб. Просто можно семена кушать. Кто знает, кто знает. Может, мы хлеб из него будем делать. Покажи КОСКО, какой красивый. Какой красивый. Его очень плохо видно, но его видно, но очень маленький. Да, но мы все знаем, насколько КОСКО красивый. Удивительно. Не знаю, что. И вот эти семена, их можно просто так, с ременью есть. Вытащить и есть. Это учительница говорила, да? Да. Я сейчас могу одну будет доставать. Я сейчас сидела, смотрела на ребятишек, которые приходят. О, что-то все перекрыто. Что-то все делают тут на этой дороге. Я думала, не во всех ребятах, похожих на Даниила, мне речь за Даниил. Все это я вспоминала. Евин друг. Она дружила в школе. Одноклассник, друг Даниил. Прям практически, наверное, перед самым... Мы не знаем точно, но перед началом учебного года, когда-то, в общем, уехал в Россию, Ева так расстроилась. Они дружили. Что-то даже вот как-то не попрощались, и Ева немножко расстроилась. Если сейчас Даниил и его мама смотрят нас, мы передаем большой-большой привет, да, Даниилу? Да, так дружно они так были дружны. Но сейчас их всех расформировали. Может быть, они не попали бы снова в один класс. Но все равно как-то они очень умели хорошо ладить друг с другом. Странно. Так вот мальчик, девочка, но у них были хорошие отношения.